Да, привет. Меня зовут Саша. Я занимаюсь программированием профессионально уже лет 12. Писал разные штуки, в основном на .NET, веб-сервисы, Windows-сервисы, сайты, базы данных, мобильные приложения, даже плагины для студии иногда писал. Мне никогда это не нравилось. Не то, что мне не нравилось создавать продукты, смотреть, как ими пользуются люди, как они потом живут своей жизнью. Это все мне нравилось. Мне не нравился сам процесс. Точнее, я был не удовлетворен, ну и до сих пор многими вещами не удовлетворен тем, как мы делаем какие-то вещи. Вот доклад будет об этом, о тех болях, которые есть у меня как .NET разработчика и как с ними справиться. Первый шаг на пути к тому, чтобы пофиксать или справить какую-то боль, это, во-первых, признать, что у тебя она есть, во-вторых, как-то попробовать ее сформулировать. Я этим и займусь. Я четыре штуки сегодня вам расскажу. Четыре боли, четыре вещи, которые доставляют мне физическую неприятные ощущения. Покажу примеры того, что я имею в виду и попробую сформулировать принципы, следуя которым лично я для себя что-то улучшил. Сразу скажу, что это субъективный такой материал. У вас, я уверен, есть ваш собственный опыт. Вы со мной, возможно, в чем-то не согласитесь. Возможно, я надеюсь, на это у нас будет жаркая дискуссия. Я немного замерз здесь, поэтому согреемся, может быть. У вас есть ваш проект, ваши требования, ваши ограничения. Это не про черное и белое. Я не хочу вам рассказывать, что это все плохо, это хорошо. Просто дать вам какую-то пищу для размышления. Ну и поделиться своей болью. Сюда приятно поговорить. Да, все мы знаем, что датнет меняется. Сейчас много новых штук выходит. Датнет-кор везде. Вот я считаю, что, ну, мне так кажется, датнет-кор сегодня и линокс это вот в основном C-шарп, ASP нет-кор, видите, фреймворк-кор, что там SQL сервер для линокса, что-то еще кор. Я не считаю это проблемой. Это все классные штуки. Мне очень нравится датнет-кор. Но проблема для меня в том, что по сути ничего не меняется. Мы используем тот же стек, только теперь уже не только на VNDI, а и на линуксе. И для меня это как бы повод задуматься, а что, поменяем ли мы то, как мы делаем какие-то вещи, придя на линукс или датнет-кор? Скорее всего нет. И вот поэтому такой доклад. И первая боль, которая у меня есть, это магические фреймворки. Кто-то использовал анхибернэйт? Может быть, вы меня поймете. Ставишь анхибернэйт или анхибернэйт, или анхибернэйт, или какой-то другой магический фреймворк. Первые две анхибернэйт, у тебя все классно, на третью что-то случается, и ты тратишь три часа на то, чтобы понять вообще, что происходит. Гуглишь, читаешь документацию, в общем, тратишь время на то, чтобы решать не бизнес-проблему, а проблему фреймворка. Мне это очень не нравится, я не хочу решать проблемы фреймворков, у меня и так их достаточно. Как делать по-другому? Вот очень давно я уже не использовал никакие фреймворки, ОРМ особенно, я имею в виду, и пишу, о боже, я пишу SQL код, вот прямо вот так вот и пишу. На C-Sharp можно использовать даппер, такая микро ОРМ, или точнее object mapper. Он позволяет мне делать то, что я хочу. Написать SQL запрос, который мне нужен, и удобно, эффективно смаппить датнет-объекты в виде параметров и результат обратно на датнет-объекты. На F-Sharp можно писать то же самое. Вот это уже не даппер, это наша обертка над обычной MadoNet, которая позволяет делать то же самое в нашем проекте на F-Sharp. Сразу скажу, если у вас есть какие-то вопросы, не ждите конца презентации, поднимайте руку и мы обсудим их. Окей? А вот как это выглядит на Go. На Go есть такой хороший язык Go, кто не знает. Тоже есть библиотека, с помощью которой можно делать то же самое. Писать SQL запросы и маппить результаты, и все хорошо. Второй тип фреймворков, которые мне не нравятся, это веб-фреймворки, MVC фреймворки и остальные, и же с ними. Мне нравятся фреймворки, базовая абстракция которого, это функция, на входе которой request на выходе response. И такие фреймворки есть. Одна из них, например, суавая для F-Sharp. Ее абстракция – это функция, тип которой http-контекст на вход и async http-контекст option на выходе. То есть http-контекст, все, наверное, знают, это абстракция над запросом или респонсом. Если мне нужно написать что-то простое, например, я хочу сделать какой-то endpoint, который всегда возвращает статику. Я вот просто в этой функции напишу там, верни статику. А если мне нужно сделать что-то сложное, я хочу MVC, не проблема, я сделаю здесь MVC. У меня будет функция контроллер, функция action и так далее. Фреймворк за меня не придумывает абстракции заранее. Я сам их придумываю, и это хорошо. То же самое на Go. В Go есть такой пакетный http, с помощью которого все гоферы пишут в основном веб-приложения, и там такая же абстракция. Реквест на вход, респонс на выход. Можешь написать здесь все, что хочешь. Вот здесь я просто возвращаю статичный JSON, а могу написать какой-нибудь себе самописный MVC или вообще что-нибудь динамическое. Что захочу. Поэтому первый принцип, который у меня есть, это меньше магии. И я хочу избежать так называемой accidental complexity, то есть той сложности, которую привносит мне тула, которую я использую, потому что мне хватает сложностей домена, с которым я работаю. И я готов променять какой-то, возможно, бенефит какого-то магического фреймворка на возможность понимать, что происходит в моем коде. То есть может быть я напишу немножко больше кода, может быть я напишу его немного менее магическим способом. Может быть даже где-то повторюсь, но зато я буду понимать, что происходит. Как вы считаете, это хороший принцип? Может быть вы не согласны? Иногда хочется меньше магии. А что я понимаю под магией? Я понимаю под магией, когда я не могу это объяснить. Вот мне очень часто… Да, вот приходит джуниор в команду. Я в принципе не совсем глупый человек, но я не могу объяснить ему, как орган работает, так, чтобы он понял меня. Вот не получается почему-то. Вот это магия. Или там аспектно-ориентированное программирование. Ну классная штука. И у нас были примеры, когда ты берешь какой-то legacy код, я не знаю, добавляешь туда кэширование, просто добавив какой-то аспект в виде атрибута на все экшены. И это там просто круто взлетает. Но потом это очень сложно поддерживать и объяснять людям, и фиксать в этом баги. Ну в общем, как-то так. Но когда ты же раньше считали магией США? Вот у нас это компилируется, тут какой-то экширен. Да, раньше было все очень просто. Раньше был C и makefile. Все знали C и все знали, как писать makefile. И это было чудесно. Я считаю, это было не так уж и плохо. Но время идет, и сложность тех проблем, которые мы сегодня решаем, она требует других втуловин, которые сложнее, к сожалению. Будь ласка, озвучите все питания в микрофон, потому что иначе они не будут траплять в запис. Очень хороший вопрос. Спасибо. Я просил его задать. Нет? Да. Ну, во-первых, я, конечно, могу поспорить, что и сказать, что тот код, который мы пишем сами, он, как правило, проще, его меньше, потому что, ну возьмем, например, ORM фреймворки. Это само по себе очень сложная задача. Сделать такую абстракцию, которая эффективно маппит базы данных на объектные какие-то вещи в C-Sharp. И вот сколько люди не пытаются это сделать, у них, получается, с разной долей успешности. Поэтому у них там много очень разных корнер-кейсов. И когда ты берешь это на свой проект, тебе этот весь багаж не нужен. Наверное, я не отвечаю на твой вопрос. Если ты хочешь какой-то доступный ответ на то, вот как в подобном, в такой манере писать поддерживаемый и расширяемый код, я советую посмотреть доклад Джимми Богорда, называется Vertical Slices, по-моему. Я буду очень долго это объяснять, а у него это очень хорошо получается. И он там говорит именно о типе архитектуры, который позволит писать очень расширяемый вертикально код, применяя довольно-таки глупые решения. И при этом имея такой кросс-каттинг лейер, там где у тебя лагирование, exception handling, куда-то все. То есть никто не отменяет того, что кросс-каттинг-инсерв нужно выносить в какую-то вещь, которая общая для всех фич, лейеров и так далее. Я ответил? Или не вообще? Да. Вот я стараюсь, как могу. В деяких проектах, я так понимаю, вы сами пишете деякий SQL-код и сами его отправляете на сервер, так? А я таки питание с точки зору безпеки. Как вы вважаете, какой подход будет больше выгоднейший и правильнейший, чтобы уникнуть SQL-инъекции и других еще меньших нюансов, которые могут выникнуть в разе самостоятельного написания кода или в результате выписания рем-фреймворков? Не думать о инъекции сиквела не получится, даже с Ормом, я так подозреваю. То есть приходится об этом, помню, всегда все-таки мы веб-разработчики. Ты не согласна? В простых случаях, конечно же, нет. В сложных все равно приходится думать. Ну, мы пишем правильно код, так, чтобы не было SQL-инъекций с параметрами там совсем на сете. Конечно, да. Конечно. У меня есть вопрос. В принципе, подход имеет право на существование и в чем-то он даже хорош. Но он очень похож на велосипедостроение. Не получится ли так, опытный разработчик может писать код, хороший, качественный, правильный, который прочитают там джуниоры и сможет дописывать опытный разработчик. Но не получится ли так, что в какой-то момент это все превратится в велосипед и создаст проблему для следующих поколений для поддержки такого проекта. Ребята, вы такие вопросы задаете. У вас на проектах с техническим итогом у всех все идеально? То есть вы используете фреймверки и у вас все там со временем не разрастается и не превращается в колбасу и вермишель? Хорошо. Да, конечно же, на проекте должен быть техлит, тимлит, который знает, как правильно делать вещи, который следит за техническим долгом, не позволяет расползаться в какой-то вермишели из повторяющихся неправильных решений. Для этого есть как код-ревью, так и автоматические какие-то анализаторы. Но опыт, конечно, решает. То есть он должен быть. Я чуть позже еще остановлюсь, поговорю о разнице между, например, .NET и Go и о том, вот как в Go с велосипедами. И там будет еще, наверное, у вас больше вопросов на эту тему. Идем дальше? Спасибо. Вторая боль, которая у меня есть, это работает на моей машине. Все, наверное, сталкивались, делаете какие-то измерения локально, они билдятся, все тестируется, все хорошо, запушите в репозиторий, CI-билд не проходит или, может быть, проходит, но Вася в вашей команде стягивает ваши изменения, и они у него не компилируются по разным причинам. Вот такой пример вам покажу. Есть такой сайт, называется F-Sharp Foundation, он open-source, довольно большой. У него есть сорцы. Можно зайти на ихний GitHub, скачать, вот я клонирую ихний репозиторий, запускаю build.sh script, проходит какое-то время. Какое-то время проходит. Проходит время. И у меня локально есть F-Sharp Foundation сайт. Я могу поменять код того репозитория, который я скачал, он автоматом обновит мне сайт, и все прозрачно. Мне не нужно делать никаких телодвижений для того, чтобы этот сайт у меня локально заработал. Почему open-source проекты так делают, как правило? Потому что они, конечно же, заинтересованы в контрибутерах. Если ваш проект очень сложно поднимать, локально запускать и вносить какие-то изменения, никто не будет контрибутить в ваш проект, и попытавшись что-то сделать, у них не получится, и они забьют. В интерпрайзе это тоже работает. И о чем я хочу сказать? О том, что состояние системы, на которой мы работаем, приложение должно быть, должно восстанавливаться всегда прозрачно. Вот у нас был интерпрайз проект, мы над ним работали около пяти лет, и в какой-то момент поняли, что время, которое тратит новый разработчик на то, чтобы развернуть у себя локально среду для разработки нашу, это где-то два дня. То есть вот приходит новый человек, мы его садим за компьютер и говорим, вот тебе сердцы, и он тратит два дня на то, чтобы начать что-то делать. Мы заморочились, написали скрипт, кстати, на F-Sharp, который это делает, все автоматом, и теперь это занимает две минуты. Новый человек, чистая машина, скачивает скрипт, запускает две минуты у него локально, без всяких виртуалов, без ничего, и база данных, все, да. Даже там Windows фичи нужно там эмейблить, какие-то флаги в реестре, это все что угодно. Вот мы все туда запихнули, поддерживаем постоянно этот скрипт, и это хорошо. Это тот мэджик, да. Да, я согласен, да. Мне вот обидно, да, потому что у меня в голове это все есть, и я раньше чувствовал себя очень классно, то есть я такой был knowledge keeper, все, кто приходил, они такие ко мне, ну, Саша, вот как сделать это? Я такой, ну, это сложно, идем, я тебе покажу, да. Сейчас этого нет, сейчас это все, конечно, бездушно. Это та магия, которую я готов принять, скажем так. И мы тут меняем что на что. То есть да, с одной стороны человек не знакомится там путем боли и ошибок с нашей системой сразу же, но с другой стороны он сразу же вливается в проект, у него есть возможность что-то как-то как-то контрибьютить нам, да. И в итоге в конце, точнее, в процессе этого, этой работы он все равно узнает и про базу данных, и про то, как там в регистре флаги, что они означают и так далее. Просто это будет такой, не такой болезненный процесс для него, скажем так. Конечно. Я же вначале сказал, это не про черно-белое. То есть мы не в школе, мы не в детском саде. Там примерно в 14 лет люди понимают, что есть не просто хорошие и плохие дяди, а разные дяди. Окей. В зависимости. Такая табличка. Есть разные пакетные менеджеры для разных платформ. Вот у хороших есть лог файлы. У nugget.exe нет лог файла, и поэтому периодически ваш сервер падает с ошибкой, что cannot load assembly или что-то такое. Уже есть. Да, они недавно его добавили. Тоже известно почему. То есть они развиваются. Используйте пакет. Это очень хороший пакетный менеджер. Не очень хороший? Нет, если ты не согласен, то ты говори. Мы используем пакет для .NET Core, и вот он почему-то очень медленно работает. Он там стаскивает… Да, у него другой алгоритм. Нет, алгоритм нормальный, они просто пока еще не добавили поддержку скачанного фреймворка уже. Он постоянно, когда ты бляжешь каждую зависимость, там апдет делаешь, две минуты смотришь, как он тебе перелистывает все. Вот, поэтому… Ну, он хороший, классный, но сейчас у него такие немного сложные времена. Я уверен, что там этот Форкман его пофиксует очень быстро. Он развивает его гораздо быстрее, чем Microsoft. Окей, валидно. Конфигурация. Вот если вы хотите законфигурить EIS, вы гуглите там, как законфигурить EIS, если я хочу себе в World Press. И находите какой-то гейдлайн, в котором куча скриншотов. Если вам повезло, у вас та же версия EIS, как и у того чувака, который писал этот гейдлайн, то это вам поможет. Ну и после того, как вы это сделаете, никто не будет знать, как конфигурить этот проект, кроме вас. Так выглядит конфигурация веб-сервера здорового человека, не курильщика. Это просто скрипт. Я могу его скопировать, положить. Если мне нужно законфигурить World Press, я могу даже нагуглить в интернете готовый такой скрипт и чуть-чуть его подправить. Да, поэтому второй принцип, который у меня есть, это предсказуемость. Опять же, меньше магии с одной стороны, с другой стороны, больше производительность нас как разработчиков, мы не тратим время на фиксание таких проблем. В AWS недавно добавили такую фичу, как Immutable Server, например. Что это значит? Каждый ваш новый deployment это не обновление существующего сервера, это новый сервер, который поднимается с нуля, конфигурится полностью с нуля вашими скриптами, потом ваши же тесты проверяют, что все успешно произошло и после этого AWS меняет ваш старый сервер на новый, то есть redirected. Это вообще класс. Я за configuration-driven environment. Вы не согласны? Да, то есть Docker это… Это Atom. Ну скажи, Веска. Окей. Идем дальше. Третья боль моя, это вот этот edit, compile, wait, repeat боль. На enterprise проектах часто проходит минуты две между тем, как я сделал какие-то изменения в коде и увидел, как это работает в приложении. Я трачу время на вот это все, поменял какой-то код, заребил Dill Solution, обновил браузер, накликал приложение, какой-то state, подождал, и оно не сработало. И я опять это все заново делаю. Это мне все напоминает такие штуки, как перфокарты. Кто-то знает, что такое перфокарты. Слышали, да? Вот раньше, как это все происходило? Программист, у него были такие карточки, на них он подчеркивал специальной ручкой символы. Каждая карточка, это такой был statement на фортране, по-моему, и топка карточек это программа. Потом несешь это в окошко, в которое девушка принимает пачечку, на специальной машине пробивает дырки. Если тебе повезло, в этот же день ты получал обратную стопку, карточек с пробитыми дырками, нес это в другое окошко, там инженер принимал твою программу, выполнял это на компьютере. В этот день это уже не срабатывало, приходил на следующий день, получал свою стопку обернутую бумажкой с результатами твоей программы, понимал, что ты ошибся где-то, и это все повторялось. Прошло 40 лет или сколько, а мы все там же, то есть мы занимаемся тем же, мы используем компьютер как какой-то калькулятор или очень умную машину, которым мы задаем вопрос в виде программы и получаем ответ. Да, нет. Правильно или нет. Так не должно быть. Компьютер это штука, которая должна делать нас сильнее, умнее, быстрее, лучше, как людей. и вот один из способов, но, к сожалению, сегодня лучшего у нас нету, это всякие файл-вотчеры и хот-лоудеры, с помощью которых мы можем тут же видеть результат наших изменений. Вот тут я меняю какой-то маркдаун и сразу смотрю справа, как он выглядит. А вот здесь я меняю код работающего приложения, оно вот там в браузере слушает веб-сокеты, что-то делает, а я тут же добавляю какие-то элементы, смотрю, как это все выглядит. Мне не нужно ничего релоудить, это очень быстро и понятно. И это на порядок быстрее и эффективнее, чем то, как мы раньше, то, как я раньше делал такие вещи. Я больше никогда не хочу использовать UI-фреймворк или UI-библиотеку, в которой нету горящего релоуда. Наверное, придется, разные проекты бывают, но если я буду выбирать, я буду выбирать что-то такое. Но это еще не все. И, возможно, в будущем у нас появится что-то еще лучшее. Если вам интересно, можете почитать то, что пишет Брэд Виктор на эту тему. Очень он… мне нравится, как он пишет, и выступления у него классные. Что если я хочу, например, увидеть изменения, которые я делаю в каком-то контроле на всех страницах, где этот контрол присутствует? Или, может быть, мой контрол меняет свое представление во времени? Может, это какой-то график, который со временем как-то меняется? Я делаю какие-то изменения, я хочу увидеть не просто тут же результат своих изменений, но и, например, как это выглядит на протяжении всего времени работы контрола. Таких возможностей сегодня у нас еще нет, к сожалению. Есть там всякие костыли. Возможно, скоро они появятся. Какая-нибудь IDE появится, в которой можно будет это делать. Может быть, в виртуальной реальности, например, не знаю. Да, Build Feedback. То есть Feedback Loop должен быть коротким не только во время разработки, но и во время тестирования наших продуктов, выкладывания новых версий. По-разному бывает на разных проектах. Если мы работаем над мобильным приложением, наше мобильное приложение 5, 6, 7 раз новые версии выходят и появляются на девайсах наших тестировщиков. Мы тут же получаем фидбэк о том, что не так, что так. Мы не тратим время на то, что делать, делая то, что никому не нужно и что-то не то делая. С Enterprise разработкой, конечно, не так все хорошо, но мы все равно стараемся делать так, чтобы новые билды появлялись на наших инвайрментах не реже раза в один день. Третий принцип, который у меня есть, я хочу уменьшать фидбэк-луб, я хочу сразу же видеть результат своих изменений и в принципе одна из задач, которая у меня есть, как у темлида, как у тех лида на проект, сделать так, чтобы фидбэк-луб был как можно меньше. Что вы скажете по этому поводу? Супер. Это имеет смысл иногда, может быть, на каких-то коротких проектах, но не знаю, не очень мне это нравится, даже на коротких проектах, вот недавно мы делали один месяц мобильное приложение, да, мы потратили первые полнедели на то, чтобы засетапить continuous integration и deployment и на меня там ругались все немного, что я трачу время в пустую какую-то фигню делаю, но потом, да, потом у нас это было, не знаю, один человек заболел, другой, ему не нужно объяснять, куда это фигачить на продакшене, он просто меняет код, новые версии появляются на мобильных тестировщиков. То есть я так считаю, что бенефит от этой штуки настолько большой, что пренебрегать этим, ну просто в наше время это как-то зазорно, не знаю, плохо. Но иногда, да, иногда все мы люди, надо зафигачить что-то на продакшене. окей, идем дальше, нет. То есть, то, о котором говорили, что классно иметь фичи, какие в фронтенде, когда мы меняем код и можем отмотать степи и так далее. Но придумали тести, придумали Uncrunch, который гоняет тести сразу, сразу показывает все кейсы, какие-то поломают. Уни-тесты, да. Так, ну это же альтернатива. UI-тесты N2N занимают очень много времени, как правило. Да, поэтому у меня не работает Ncrunch, да. Ну как, Ncrunch хорош для уни-тестов. Он использует Ncrunch для уни-тестов. Ну, а в принципе, если дотримоваться принципу тестования, то ты не маешь проблем, когда ты маешь прокликать все кроки для того, чтобы проверить, что все работает, потому что ты просто пишешь тест. Это альтернатива или нет? UI-тестов мы пишем очень мало. Два, три, пять. Зависит, конечно, от приложения, но их, как правило, мало. Знаете, там все, тест-пирамида, да, вот это все. Почему? Потому что их очень сложно поддерживать, и они долго запускаются. Но они нужны. То есть проверить, что страничка загружается. Для чего мне нужны UI-тесты? Чтобы проверить, что страничка загрузилась, все зависимости подтянулись, там дернулась API. Все хорошо, все работает. В сборке. Но я не тестирую, с помощью UI-тестов, какие-то корнер-кейсы, сценарии сложные и так далее. Но может, у кого-то это получается, а у меня нет. Не знаю. Мне кажется, зря. Зря? Да, конечно. Получается, UI-тесты – это то же самое замена скриптом уручного развертывания для ваших разработчиков. Все, что могут прокликать тестировщики, мануальщики, по идее, все это можно проверить с помощью скрипта. Если мы говорим, конечно, про аутсорсера, то ему, может быть, не выгодно. Это старая песня о том, что лучше нанять 50 мануал QA, чем разрабатывать какой-то сьют, потому что их можно продать. Но если мы говорим про идеальный мир, то, ну, какая разница, долго не выполняется, недолго все равно не выполняется, быстрее, чем это все можно проверить руками. Когда у тебя есть на каждый твой пуш, деплой, проверка UI, это же хорошо. Я был на какой-то конференции одной, и там разные люди рассказывали о своем опыте запуска UI-тестов. И там были люди из Гугла и из одного маленького стартапа. И люди из стартапа говорили, что мы столько UI-тестов написали, что у нас просто не хватало времени ночью, чтобы их все запустить. И мы в итоге все переписали на юнит-тесты и не жалеем. А люди из Гугла сказали, да у нас, нам пофиг, у нас тесты запускаются постоянно continuously. Они не перестают запускаться. У нас такая инфраструктура, которая позволяет это делать. И, ну, если тебе это позволяет делать твоя инфраструктура, твоя команда, я за тебя счастлив. Я только за тесты. Больше тестов. Окей, дальше. И последняя боль, которая у меня есть, это то, что мои скиллы, они устаревают, и они становятся никому не нужными. В начале 2000-х я пришел на датнет-разработку, писал на веб-форумс. Многие из вас, некоторые, может, до сих пор пишут на веб-форумс. Я уже давно не пишу на веб-форумс. И вот у меня в голове до сих пор есть участок мозга. Я не уверен, что вот конкретно этот, но может быть этот, в котором есть записанная информация о том, как задизейблить вью-стейт на веб-форумс-страничках, потому что вью-стейт это плохо. Вот я об этом помню. И вот эта область мозгу, она у меня другим ничем никогда не займется больше. И она для меня потеряна. И до тех пор, пока мы не научимся втыкать в голову что-нибудь электронное и расширяет нашу память, наш объем моего мозга ограничен, даже несмотря на все извилины, которые увеличивают поверхность неокортекса, все равно он ограничен. Я хочу занимать эту поверхность тем, что я потом смогу использовать дальше. А что происходит дальше? А дальше у нас конец тысячи десятых годов. Есть классный фреймворк AngularJS. В нем есть свой темплейт-язык, свой HTTP клиент. Много чего своего. И я вот теперь понимаю, что если я, наверное, очень хорошо разберусь в AngularJS, научусь использовать его клиент, там, template language и так далее, это будет опять информация, которая через 10 лет мне, скорее всего, не пригодится. Я писал на AngularJS. Не примите меня неправильно. Это хороший фреймворк. Но когда я подхожу к новому проекту, выбираю все за и против. Если у проекта, у заказчика нет ограничений каких-то, не знаю, может быть, у него уже есть две команды, одна в Индии и другая там в Австралии, которые 10 лет пишут на AngularJS. Я не буду ему, конечно, в этом случае предлагать React. Но если таких ограничений нет, я, наверное, посмотрю куда-то в другую сторону. Это лично мой опыт. Вы можете не согласиться. Да, паттерн я вот тут наблюдаю. Вещи, которые я не смогу больше никогда реюзать. Вот это все. Я сейчас пишу на Go, поэтому знания Visual Studio и Hotkey F и Sharpera мне никак не помогают, к сожалению. Это опять кусочек мозга, который для меня потерян. Может, нет, может, я, скорее всего, вернусь, и это мне поможет опять. Click to deploy to Azure – это тоже о том. Есть какая-то магическая кнопка Visual Studio, вы не нажимаете, что-то происходит, вы не знаете, что происходит, вы не научились делать deployment, вы приходите на другую платформу, другой стек, вы не сможете толково сделать какую-то автоматизацию, написать башскрипт. Вещи, которые, я думаю, можно реюзать. Это JavaScript. Это объектно-ориентированное программирование, принципы, веб, HTTP, SQL и Max. Знания статистики. Все эти вещи, они никуда не уйдут, они с вами останутся на всю жизнь, со мной останутся, те из них, которые я знаю. И это хорошо. Другой пример – reactive extensions. Библиотека, точнее framework или библиотека. Наверное, библиотека, да? Довольно магический. В нем очень много магии, но он есть на всех платформах. Есть на Java, есть на JavaScript, есть на C Sharp, есть на… Да на всем есть. Даже на C++, на Clojure. В общем, там написано. Если я знаю reactive extensions, я смогу применить это везде. И я люблю учить reactive extensions и трачу на это какое-то время, не жалея об этом. Да, четвертый принцип, который у меня есть. Я хочу уметь переиспользовать те скиллы и знания, которые я получаю в своей работе в дальнейшем, чтобы быть эффективным и чтобы быть в конце концов востребованным на рынке труда. Что вы об этом думаете? React? Я думаю, принцип… Нужно знать, что вот есть там двусторонний биндинг, есть односторонний, что такое shadow DOM, какой-то классный алгоритм, какую проблему он решает. А сам React? Ну, React, наверное, скоро уйдет, а может останется, я не знаю. Но это хорошая библиотека, мне он нравится. Что насчет вот самого языка программирования, как тулзы? Вот насколько вот важно на твой счет их учить в плане вот знать 5-10 языков или есть какой-то типа подход, может даже у тебя, что там можешь выучить любой язык быстро, потому что они все-таки тоже устаревают? Да, минутка самопиара. У нас в компании есть всякие чек-листы и ротмапы для сотрудников. И там написано, что если ты хочешь развиваться, то ты должен знать несколько языков программирования и не просто несколько языков программирования, но из разных парадигм. Если ты знаешь C-sharp, Java, C++, еще что-нибудь C-подобное, ну да, ты умеешь писать на C-подобных языках, но, наверное, неплохо было бы выучить какой-нибудь функциональный язык программирования, скалу, F-sharp, closure, что-то такое. Не важно, что из этого трех. Мне так кажется. Может, было бы лучше постепенно вчитать, что есть новое, что появляется на рынке, хотя бы базово займать свой мозг цей новой информацией, потому что никогда не знаешь, какой в тебе будет наступный проект, с чем ты будешь дальше працювать, а так постепенно ты изучаешь, например, писал ты на JQuery в каком-то 10-х годах, потом появился React, ты вот так глянул на него, подивився, через год и 5 в тебе новый проект уже с React, и ты уже имеешь какие-то базовые знания, которые ты потом дополнил. Может, постоянно займать свой мозг этими новыми информациями, они будут устаревать, но ты будешь всегда в тренде. Быть всегда в тренде – это хорошо. Где-то, наверное, году к 35-му в твоей жизни тебе это будет все сложнее и сложнее делать. Не знаю. Тут тоже есть опасность. То есть всегда стремиться к чему-то новому – это тоже опасно. Я за разумный подход. То есть React хороший, да, наверное, хороший. Стоит его сегодня выучить? Наверное, да. Хотя бы, например, если вы писали на JQuery, на всяких фреймверках с двусторонним бинтингом, типа Angular и остальных, наверное, стоит посмотреть, как делаются вещи вот там. Может быть, вам понравится. Но пробовать что-то новое просто потому, что это новое, боюсь, ты не успеешь, потому что, я не знаю, пока я тут вам что-то говорил, сколько новых JavaScript фреймверков появилось, наверное, не один. Не могу тебе ответить на этот вопрос. Решай сам. Да. Скажите, пожалуйста, вы сейчас пишите на Go. До этого писали на Дотнет. Да. А вы не боитесь, что ваш Go, язык Go, станет очередным кусочком кладбища в вашем мозгу? Не страшно? Страшно, конечно. Что вы делаете с этим? Пью. Ну, если серьезно, Go. Я, когда пишу на Go, я это рассматриваю как такой опыт для меня полезный, потому что я обещал рассказать про Go. Там, если думать о спектре платформ в рамках велосипеды против reuse, то Дотнет – это вот одна крайность, там вот все фреймверки, как правило. Я не про частности не говорю, как правило. Открываешь Visual Studio, не Project, там MVC, пишешь код в файлике с таким-то названием и все работает. Go там совершенно другой спектр. То есть там люди, гоферы, они немного в этом плане иногда на меня удивляют. Они пишут все сами. То есть написать свой какой-то фреймверк или библиотеку для, не знаю, аутентификации веб-приложения, для них это окей. Ну, надо аутентификацию написал. Поэтому для меня это такой опыт, который позволяет шире углубить свои знания как-то, да, и посмотреть на другие способы делать вещи. И сам Go язык, в нем тоже есть интересные штуки. И там тот же, как это там, transactional memory, да, то есть их подход к параллелизации и синхронным всяким штукам. Для меня, как для датнет-разработчика в прошлом, он очень как бы освежает, что ли, да, и позволяет по-другому взглянуть на вещи, скажем так. Поэтому, может быть, да, знание самого языка со временем мне не пригодится, но знание этих штук, оно мне пригодится, скорее всего. Я так надеюсь. Какие у вас еще вопросы? Потому что я, в принципе, закончил. Да, главное это бизнес-вэлью, потом всякая техническая магия. Я бы все автоматизировал. Вы можете не согласиться. Не делайте компромиссов. Сейчас я отвечу на вопрос. Что я хотел сказать? Одна из главных вещей. То, как вещи обстоят на вашем проекте сегодня, это не данность, это может поменяться. Если у вас там, я не знаю, два часа день занимает build или deployment, можно это пофиксить. Можно это сделать за две минуты, я уверен. То есть не принимайте эти вещи как данность, боритесь с ними, делайте лучше. И вы учитесь, как строить системы, а не как использовать фреймверки. Это банальность, но иногда стоит ее сказать еще раз. Да, у меня такой вопрос. Я смотрю, что ты интересуешься разными технологиями, то есть .NET, GO, функциональные языки. То есть у меня сложилось такое впечатление, что ты что-то ищешь для себя. Возможно, у тебя есть какая-то, не знаю, рекомендация, совет, куда стоит инвестировать, ну для молодых девелоперов, куда стоит инвестировать свое знание, свое время, куда стоит смотреть, что, в чем ты видишь перспективу. Это веб, это там какой-то бэкэнд, это какая-то специфика. Да, именно глобально, да, специфика технологии, база данных, там я не знаю. Ну вот в чем ты видишь перспективу? Спасибо. Я боюсь отвечать на этот вопрос, я сейчас что-то вам скажу, а вы потом… Но биткоин точно надо было покупать, сейчас уже, наверное, не знаю. Да, то есть ты правильно сказал, я что-то ищу, и моя презентация вот именно о тех проблемах, от которых я отталкиваюсь и пытаюсь найти что-то другое. Я постоянно ищу какие-то новые способы делать вещи эффективно, лучше, быстрее, чтобы минимизировать эту боль accidental complexity. Что-то у меня получается, что-то нет, какие-то вещи, я со временем от них отказываюсь. Но это такой поиск. И что я вначале говорил, оно очень субъективно. То есть для вас это может не работать, для вашей команды это может не работать. Но какие-то глобальные советы я, наверное, откажусь. Потом можем после докладов поговорить, если это интересно. Окей, какие у вас есть принципы? Да, можете мне отвечать, подумайте об этом. Очень хорошо, когда у вас есть какой-то принцип, которым вы руководствуетесь, а не просто течете по течению. Спасибо.